Илья Сельянов покинул Думу Великого Новгорода, а вот другой депутат, экс-кандидат в губернатора Михаил Панов, делать это пока не собирается. И уверен, что нарушений в декларации о доходах не допускал. Об этом и в других моментах сегодняшнего заседания парламента Вероника Лебедева. Вопрос об увеличении налога на недвижимость, о котором мы рассказывали накануне, мэрия с повестки дня все же сняла. Проект отправился на доработку. Поэтому на повестке дня кадровый вопрос. Депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги Ильи Сельянова. Напомним, народный избранник принял такое решение в начале недели. Незадолго до того, как в Гурдуму было внесено представление от прокуратуры о лишении его, а также недавнего кандидата в губернатора Михаила Панова, статуса депутата за нарушение антикоррупционного законодательства. А вот Панов с такими выводами правоохранителей не согласился и за свое кресло планирует побороться. Полномочий слагать не буду, потому что я не вижу повода для своего сложения. Тот катер, который указывает мне о том, что я его не указал, он мне указывал в декларации номер 2955, она сейчас действующая, и он работает. Та фирма, которая финансовая компания, она уже 12 лет не работает. Я думал, что она давно-давно закрыта. И в 2013 году, когда я шел на зампредседательном городской областной думе, депутатном областной думе, я указывал в декларации, что этой фирмы у меня нет. Почему сейчас это возник, то я не знаю. Еще один дискуссионный вопрос – принятие устава Великого Новгорода. Большие споры вызвал раздел, посвященный выборам мэра. Согласно документу, руководитель областного центра должен избираться по новой схеме, как и главы районов. Сначала конкурсная комиссия заслушивает программы кандидатов и выбирает как минимум двух претендентов. Затем окончательное решение принимают уже депутаты. С этим предложением не согласились представители оппозиционных партий, и они продолжают настаивать на прямых выборах мэра. Эта позиция не только депутатов, она отражает настроение людей. В частности, если мы откроем то экспертное аналитическое исключение, которое получили все депутаты, мы увидим в третьем и четвертом абзаце пункты, в которых говорится, что мы должны приблизиться как минимум к прямым выборам мэра. Впрочем, как отметил вице-спикер Константин Демидов, спорить уже поздно. Порядок определяется законодательным органом субъекта Федерации, а мы должны в данном случае просто свой устав привести в соответствие с этими положениями. Если мы с вами не приведем свой устав в соответствие с законодательством, неважно, с этим положением или с законодательством Российской Федерации, с какими-то еще положениями, то может наступить ответственность в плодах с узкодума. В итоге народные избранники согласились с новым уставом, затем перешли к обсуждению самой процедуры проведения выборов. Предполагается, что конкурсная комиссия будет состоять из 40 человек. Половина назначается из числа городских депутатов, половина – губернатором области. Здесь тоже возникли разногласия. Не слишком ли много думцев будет в конкурсной комиссии? Решили, что нет. А напоследок обсудили ситуацию с бездомными животными. О том, что новгородцы регулярно жалуются на нападение, неоднократно рассказывал наш телеканал. Сейчас в городе отловом никто не занимается, потому что денег нет. И только когда злые собаки стали вовсю бегать уже под окнами мэрии, депутаты решили провести по этой теме круглый стол и срочно обратиться за помощью к главе региона. Вероника Лебедева, Олег Фёдоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. 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 Новости